Леонида Анатольевича Наумова 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 Значит, давайте вместе смотрим, который типо, ну, я буду постоянно к этому возвращаться, чтобы уже теперь никогда не уйти, но разные подходы, которые будут заметны. Значит, вот этот ролик, который нам сейчас показали, он типо какие-то вещи объясняет, какие-то вещи не объясняет. Я бы сказал так, что действительно в том, что я сейчас буду говорить, есть заложено четыре опыта. Вот у меня очки на лбу, да, то есть у меня четыре глаза. Два свои, это два истуки. И вот эти вот четыре глаза, они постоянно позволяют возможность смотреть с одной стороны точки зрения. То есть, с одной стороны, с точки зрения учителя, потому что я все равно работаю учителем, и последний роги давал, уже уйдя из школы весной 2019 года. Да, это была целая история. Мы все понимаем, что директору сложно быть учителем, значит, и по формальным, и по неформальным причинам. Сейчас мы не обсуждаем, какими хитростями я пользовался, чтобы, значит, реализовывать эту свою задачу. С другой стороны, понятно нам всем, что взгляд управленцев совершенно другой, не тот, который взят учителем. Да, то есть, это совершенно другая ситуация. Средственно, действительно, я историк, и есть взгляд сбоку на всю происходящую историку, такой косой достаточный взгляд. Это человек, который смотрит на это все, как бы немножко со стороны. И для меня очень полезный опыт последних двух лет, я работал в большой компании, которая связана с посвящением, возможно, смотреть на все то, что мы делаем в школе, то, что я делаю, точнее, у доски, то, что я делаю в школе, то, что мы все делаем в городе, еще какой-то большой панорам. И сочетание всех этих позиций, значит, позиции, да, они постоянно будут, наверное, звучать в моем выступлении. Я буду читать теоретическую часть сначала, а потом будут вопросы, постараюсь успеть все уложить. Вот эти четыре взгляды, они себя ведут. И даже иногда будет им видно, иногда я сам постараюсь обозначить, где взгляд учителя, где директора, где ученого, где менеджер-компания. Значит, прежде чем двигаться дальше, нам действительно понялись, нужна ли нам целостная картина мира или нет. Этот вопрос не такой простой, как кажется. Для примера я привожу, как бы, ситуацию. День-день назад звонит Исаакович и говорит, значит, мы должны формировать учащихся в целостную картина мира. Я говорю, Исаакович, может, мы ее и должны формировать, скажете, но у нас в нормативной базе в вопросах этого требования нет. У нас это древнее есть в примерах основной образовательной программе, созданной в рамках этого университета. Но в том документе, который вы готовили, будучи замминистром, это требование не указано. Поэтому вы точно считаете, что мы должны это делать? Я, может быть, считаю, что должны, но где это в документе, что мы должны? Ты же знаешь, что мы можем это вписать. Я говорю, мы можем вписать. Но, может быть, то, что там этого нет, это не случайно. Может быть, это само в себе о чем-то говорит. Давайте, прежде чем вписывать, подумать. Подумать. Вот этот вопрос непростой. Потому что формировать у учеников... Давайте, вот так, вот так, пожалуйста, публиковать. Давайте, да, да. Может, как-то вот на поставочке, нет поставочке? Я буду выдержать. Страшно, так слышно? Да, цепь просто идет на месте. Формировать у учеников можно то, что у нас есть у самих. Мы не можем научить ученика тому, что мы сами не умеем. Если у нас в голове нет целостной картины мира, то мы ее никогда у ученика не сормируем, какие бы мы новые технологии не использовали. А у нас она есть, причем тут надо понять, кто эти мы. Если она у нас, во-первых, как у взрослых некого сообщества, потому что мы все-таки, мы педагоги не сами по себе, а мы пытаемся пока-нибудь транслировать некую совокупную позицию взрослого сообщества. Мы те переводчики, которые переводят, значит, с языка детей на язык взрослых и с языка взрослых на язык детей. Так вот, то, что мы переводим, взрослые-то собираются детям говорить или не собираются? У них это есть в голове. Зачем мы будем детям рассказывать того, что у взрослых в голове отсутствует? И наоборот, значит, у нас, хорошо, нет, допустим, этой позиции, в целом, родительского и взрослого сообщества, нет единой позиции. Но мы можем сказать, хорошо, у вас у взрослых нет, но у нас, у профессионального сообщества есть. И мы будем это делать, несмотря на то, что у вас у взрослых нет в целом, у нас у взрослых нет в целом, да? Тоже возможно, да, и должно быть, как минимум, у нас у профессионального сообщества. А у нас у профессионального сообщества в голове есть целостная картина? У меня по поводу очень серьезные сомнения. Значит, в таких случаях, когда вы пикаете эти вопросы, естественно, самый понятный способ, самый понятный инструмент начать с себя. А у тебя, как у учителя, есть целостная картина мира? Потом, у тебя, как у директора, она есть, то есть, та картина, которая есть у тебя, как у учителя, готова ее застелить, как управленец. Как она выглядит с точки зрения науки? Как она выглядит с точки зрения большого общества? Да, с этого момента начинается разговор. Значит, если мы вот под этим углом будем смотреть на ситуацию, куда я должен нажать. Вот, нажал. То совершенно очевидно, что ребенок, конечно, воспринимает мир и целостность. Если мы смотрим на ситуацию в глазах ребенка, никакая целостность ему эмпирически не дана. Наоборот, его реальность, восприятие мира, мир очень разнообразна. В этом разнообразном мире есть люди, есть предметы, одушевленные, есть живые существа, есть информация, которую он получает в любом виде не из природы и не от людей, а просто он получает информацию через книжки, через компьютер, через телевизор и еще как-то. И все это совершенно разнородные явления и очень разнонаправленные. Значит, поэтому совершенно очевидно, что целостная модель мира – это наша интеллектуальная конструкция. Ну, там, мировоззренческая, духовная, которую мы создаем сами для себя, чтобы наш мир упорядочить, у нас, имеется в голове. И дальше можем или не можем ребенку это транслировать. Как этот мир в голове упорядочить? Тоже понятно в первом приближении. Есть мировоззренческие схемы, которые позволяют нам это сделать. Ну, те, кто по возрасту, как я, они помнят, как это происходило в советской школе. Кстати, очень эффективно происходило. Значит, сейчас не будем на это, вот сейчас на это не будем терять время на воспоминания, потом, может быть, получше я к этому вернусь, но очень эффективно было выстроено. Намного эффективнее, я должен это признать, чем мы это делаем сейчас. То есть, сейчас еще, чтобы было понятно, мои учителя, которые меня учили, когда я был школьником, получается, более эффективны были, чем я, как учитель, оказавшийся в их роли спустя 30 или 40 лет. Сейчас не важно, что именно, просто я говорю о сравнении двух профессионалов. Вот, я должен признать, что они были более высокими профессионалами, чем я сейчас. Но понятно, что у нас нет по конституции единой идеологии, мы не будем ее восстанавливать, это очевидно, как бы принятое общественное решение. У нас светская школа, значит, мы не будем выстраивать образование в школе, отпираясь на ту или иную религиозную традицию, это можно сделать в частных школах, но в целом в государственной школе этого не будет. Значит, соответственно, на уровне единого какого-то общепринятого мера воззрения сделать это невозможно. Хотя, надо сказать, что авторы адренных программ рабочих и учебников регулярно к этой мысли возвращаются. Я сейчас приведу пример, вы в учебниках, в рабочих программах постоянно сможете встретиться с формулировкой тезис или там концепция учения о материальном единстве мира. Оно, если кто-нибудь помнит, досталось нам от Пёрышкина. В Пёрышкинском учебнике там была целая глава в конце посвящена, значит, пониманию того, что такое материальное единство мира. И вот все учителя, которые учили по Пёрышкину, они продолжают транслировать Пёрышкинскую парадигму, не обращая внимания на то, что мир изменился, ну, концептуально изменился. И, может быть, это надо долго еще доказывать, что он имеет материальное единство. Но люди-то у Пёрышкины считают, что дети об этом должны знать. Значит, дети об этом должны знать, вне зависимости от того, как это соотносится с тем, что происходит на других предметах. Тем не менее, если мировоззренческого единства здесь нет, то, возможно, другое единство, как дидактическая модель. Мы, как профессионалы, можем договориться, что мы все вместе формируем у учеников некоторую картину мира. Мы понимаем, что это условная картина мира, что она принята только для школы, а, может быть, даже не для всей школы, а, допустим, для 1.8 или 1.9, а для 10.11, она будет какая-то другая при подготовке к высшей школе. Что в этой единой картине мира она именно дидактический характер носит. Мы ее создавали не для того, чтобы вложить мировоззрение в голову детей, а для того, чтобы правильно организовать тот материал, с которым мы хотим их познакомить, чтобы это было наиболее эффективно, время их было потрачено наиболее эффективно. То есть здесь есть дидактическая идея, а не мировоззренческая. Но тогда о ней надо договориться. Пока у нас нет на самом деле ни того, ни другого, будем честны. Значит, и нужно это или не нужно, это предмет переговоров. Вот последняя фраза, если я правильно помню, на этом слайде заключается в том, что есть гипотеза о том, что целостно-картина мира более эффективная дидактическая модель, чем ее отсутствие. Наверное, я могу сейчас долго потратить время на то, чтобы обосновывать эту гипотезу. И, возможно, вы уйдете частично убежденные в том, что она стала для вас теоремой. Но все равно это она остается на самом деле гипотезой. Будем честны. И она имеет право на сосуществование вместе с другими гипотезами. Тем не менее, в рамках нашего разговора примем как версию, как гипотезу, что это так. Что это более эффективная педагогическая модель. То есть в этот момент, еще раз, мы больше не рассуждаем как граждане. То есть у нас есть у каждого свои взгляды. Мы не рассуждаем как люди. У нас есть у каждого свое мировоззрение. Кто-то атеист, кто-то верующий и так далее. Мы смотрим на ситуацию только как профессионал у учителя и обсуждаем дидактическую модель. Нужна ли нам единая дидактическая модель? Если нужна, то как ее можно построить, находясь в пределах здравого смысла? Сформулировав задачу таким образом, я понял, что это исследовательская задача. Тут очень важно правильно было выкинуть из головы взгляд и учителя, и взгляд управленца. Потому что и учитель, и управленец рассуждает только по разному, с разных точек зрения, под разным углом, но в одной и той же парадигме. Что надо сделать и как это сделать наиболее эффективно. Дальше начинается дискуссия, что именно надо сделать и надо это или не надо делать. И дальше дискуссия, что эффективно, а что неэффективно. Там затраты времени, денег, нервов. Ну, то есть как измерить эту эффективность. Но в целом мы, будучи учителями и управленцами, не смотрим на ситуацию как исследователи. То есть мы не ставим себе задачи вообще, как развивается процесс. Сейчас приведу один простой, может быть, понятный пример. Вот как, значит, возвращаясь к пирожке, значит, да, как к классическому примеру. Значит, все люди, которые связаны с преподаванием физики, знают, что учебник Пирожкин самый популярный учебник среди учителей физики и основной школы. Значит, он занимает на рынке в районе 80% всего. Написанный мы помним когда. То есть, на самом деле, по-моему, уже 70 лет назад, по большому счету. Вот о чем говорит этот феномен? Понятно, что мы можем говорить, что он говорит о гениальности автора и о огромной работе, которая была проведена авторским коллективом. Бесспорно. Он может говорить о консервативности учителей, которые цепляются за старое, значит, достают, я уже устал слушать, про пожелтевшие тетрадки, конспекты, которые когда-то были написаны. Уже нет ни у кого этих пожелтевших, значит, конспектов, но их все равно все еще вспоминают, что у кого-то кто-то когда-то видел пожелтевшие конспекты, они все еще по этим конспектам учатся. То есть, понятно, что это не так, это технически уже невозможно сделать, но, тем не менее, все равно существует, бытует представление о том, что учителя консервативные, они пользуются тем, чем транслируют просто тому, что их научили. Но это можно рассмотреть и как некий объект для исследования. Если на протяжении 50 лет люди работают все равно по одному и тому же учебно-методическому комплекту, значит, это феномен, который надо анализировать. И прежде чем его оценивать, хорошо это или плохо, надо разобраться в причинах, почему это так. То есть, не останавливаться на одной простой причине, консервативности учителей, гениальности авторов и так далее, а понять, в чем вообще причина феномена, почему именно так случилось. Потому что, если мы причины не поймем, то, во-первых, мы это никогда не изменим, а если причины поймем, то, сейчас скажу крамольную мысль, а может придем кое-что вообще менять не надо на самом деле. Надо понять, мы действительно собираемся менять или нет. Поэтому задача заключалась не в том, чтобы дать сразу правильный ответ, а задача заключалась в том, чтобы посмотреть на нашу практику со стороны и понять, что на самом деле мы говорим детям, не хотим сказать, не думаем, что говорим, а действительно говорим. В качестве примера, чтобы было понятно, о чем идет речь, о чем статья, которая была на предыдущем слайде. Мы проанализировали все действующие рабочие программы, нормативные документы, учебники, пытаясь выявить, какие межпредметные понятия мы на самом деле используем. Вот у нас есть в рабочих программах, в примерной основной образовательной программе, перечень некоторых межпредметных понятий. Ну, мы называли их концептом, но сейчас не важно, межпредметных понятий. Он там, в этой полу, подкуда ты взялся? Сейчас не будем высказывать гипотезу, откуда. Но если проанализировать сам текст дальше документа, то выяснится, что из этих там девяти, по-моему, концептов, которые есть в преамбуле, в качестве концептов, три просто не используются в тексте. Тогда почему они там оказались в преамбуле? Мы все понимаем, как это происходит. Одни люди, разные люди пишут разные фрагменты текста, потом их сливаются вместе. И очень может быть, что те, кто писали преамбуле, писали ее потом. То есть они сначала написали рабочие программы, а потом кто-то дописал вводную часть. Мы тоже так все действуем, я никого не осуждаю. Мы когда пишем наши программы, вывешиваем на сайте, мы поступаем точно так же. Виноват. Я поступаю точно так же. Вы поступаете хорошо и правильно, а я поступаю точно так же. Никого не хочу осуждать. Но если мы это слово не используем дальше в языке вообще, с чего мы взяли, что оно нам вообще нужно? Если мы даже в нашем разговоре между собой его не собираемся использовать. Давайте посмотрим вообще, на какие слова мы используем. Давайте посмотрим, как мы выстраиваем наш учебный план, нашу систему работы, опять не под углом критики, а под углом просто изучения. Почему именно так мы делаем? Потому что дети, они же не слушают наши слова. Они считывают наши поступки. Это мы думаем, что если мы что-то им сказали, то они это услышали. Я вот ездил сюда, прочитал прекрасный анекдот. Папа, сыночек, ты кого больше слушаешь? Маму или папу? Конечно, мама. Почему? Она говорит больше. Я ее поэтому больше слушаю. От того, что мы что-то говорим много, это не значит, что дети это считывают. Они считывают наши поступки, а слова они выпускают мимо ушей. Я пропускал мимо ушей, слова взрослых. И они наши слова выпускают, но на поступки они реагируют. Значит, давайте поймем наши поступки. Смотрим учебный план. Значит, что здесь есть? Знакомый всем замам по содержанию, значит, перечень минимального количества часов в год среднего общего образования. Нет ничего нового в этом документе ни для кого. Давайте посмотрим на этот документ. Значит, здесь минимальное количество часов, из которого выясняется, что инвариантная часть составляет 1260 часов, в том, что примерно 48 или 58 процентов учебного плана среднего общего образования. 48 или 58, потому что мы помним, что там 1260 часов, да? Пятидневки, шестидневки, зависит от профиля и так далее. Значит, много это или мало? 48-58. Почему я за это зацепился? Это много. С одной стороны, с другой стороны, конечно, меньше. Чем для начального и основного. Говорить мы сейчас будем про среднего общего образования, хотя то же самое можно было бы дальше сказать про основное, просто это дольше времени займет. У нас время ограничено. Поэтому будем сейчас говорить про среднее, просто уж так дольше. там это виднее все. Значит, что это такое? Правильно это или неправильно? 48-58 процентов учебного плана. Как смотреть? Вообще говоря, формат, предполагая, 60 процентов. Мы тоже об этом знаем. И многие заместители директоров каждый раз сталкиваются с этой проблемой и думают о том, а как им превратить эти 48-58 процентов учебного плана в 60 процентов образовательной программы. Не отвечаю сейчас на этот вопрос. Мы все знаем массу мелких хитростей, как это сделать. Но я предлагаю посмотреть внимание на другую сторону вопроса. А что мы проверяем из инвариантной части у детей? Проверяем мы из инвариантной части только базовую математику и русский язык. 350 часов. 13-16 процентов учебного плана. Так что на самом деле является инвариантной частью? То, что мы написали в нормативных документах. То, что мы сделали на самом деле при построении расписания, потому что учебный план превращается в расписание, а расписание – это сигнал к тому, что мы собираемся делать на самом деле. Не говорить, а делать. Или что мы собираемся в них проверять? Мы даем детям три совершенно разных сигнала. Может быть, это правильно и хорошо в том случае, если мы А. Об этом знаем и Б. Знаем, зачем мы так делаем. Это нам зачем-то нужно. Ну, например, чтобы зафиксировать их внимание на этом противоречии и провести работу по рефлексии, их деятельности. Но если мы не знаем, зачем мы это делаем, и никакой самостоятельной работы с этим потом не проводим сами с собой или с детьми, то это неправильно. Значит, мы не понимаем, что мы делаем. Надо понять, что мы делаем и зачем. Почему именно так? Как правильно-то? Вот сейчас много мы говорим, сейчас о необходимости построения больших идей и целостной картины мира. Но большие идеи и целостной картины мира невозможны без определения инвариантной части содержания образования. Что входит в эту инвариантную часть? Два года, 19-й и половина 20-го года, мы все помним, шла целая дискуссия по поводу того, какие в ГОС надо принимать, какие принимать не нужно, что должно попасть, что не должно попасть в эту самую инвариантную часть. Я сознательно ухожу от этой долгой дискуссии, потому что дискуссия о том, что там должно быть. А я хочу посмотреть просто иначе, что там есть сейчас? Не будет через год, три, пять, десять? Ну, должно быть. А что сейчас есть? Вот сейчас там что в инвариантной части? Для ребенка русский и математик базовая. Будем честны. Для нас что-то другое, более сложное. Мы знаем, что для ребенка это русский и математик, потому что ничего другое мы у него не проверяем. Нас это устраивает, что для ребенка это только русский и математика. Все мы знаем эти ситуации. Ребенок уезжает за границу, ему не нужен аттестат, сдал русский, сдал базовую математику, получил аттестат, забрал сертификаты международных экзаменов и уехал. Для него инвариантная часть русский и математика. Дальше ситуация еще более сложная и интересная. Если мы дальше тянем за эту ниточку. Повторю еще раз, чтобы не было никаких двусмысленностей. Я никого не осуждаю. Я хочу понять, что я делал на протяжении 10 лет. Сам. Неважно, плохо это или хорошо. Правильно это или неправильно. Что я просто делал. Что я на самом деле реализовывал. На самом деле делал. Не думал, что я делал, а делал. Значит, берем этот же самый документ и делим его с точки зрения гуманитарного и естественно-научного образования. Мы выясняем, что строго говоря, ну там в кавычках, понимаем условность термина, гуманитарных, например, там 650 часов, то есть половина всего времени. Естественно, научных предметов и математики получилось 350, потому что мы берем минимум. 70 часов, естественно, научный предмет. Ну и заложена фантастическая цифра 200 часов, 10 часов физкультуры. Конечно, ее нет, мы все понимаем, но она есть, поэтому 280. В реальности там меньше. Значит, мы понимаем, что вес сознания ребенка 210 часов физкультуры и 70 часов АБЖ, но не сопоставим с весом 208 часов математики в реальной нашей деятельности. Сейчас уходим от этого разрыва между теорией и жизнью, просто фиксируем. Инвариантная часть учебного плана на 50% гуманитарная. Мы об этом знаем, мы когда-то об этом думали, ну и всерьез. Какой смысл мы в это закладывали? Если мы это понимаем, мы закладываем в это сознательный смысл, тогда давайте с этим смыслом работать. Если так получилось по каким-то причинам, то это разрушает целостность каратинного мира совершенно точно. в так целостную каратину мира не выставить. А что значит так ее не выставить? Значит, у нас ее в голове нет. А если у нас ее в голове нет, мы ее не можем детям передать. Это неразрешимая задача. Нельзя передать то, чего у тебя нет. Если мы не знаем замысла, пусть его нет в головах создателя, хотя бы мы его придумали за них, но если у нас нет этого замысла, то мы никакую целостность никогда никому не передадим. Потому что это же наша деятельность. Это не то, что мы говорим, а то, что мы делаем с детьми. Двигаемся дальше. Берем, переходим к анализу рабочих программ. Значит, в 10-11 классе мы знаем этот 20 век. Ну, понятно, что это важный, актуальный материал, он все именно слуху, все его проверяют, все спрашивают у ребенка, когда началась война, он отвечает, все радуются, значит, спрашивают, что такое Ленин, он не отвечает, все расстраиваются, все понятно. К этому привлечено общественное внимание. Мы понимаем, что это надо формировать в головах детей. Мы знаем, что готовится, обсуждался вопрос с Единого государственного здания по истории. Потом он отменился. Сейчас обсуждается версия с итоговой контрольной работой. Наверное, она будет. Даже все эти шаги, будет экзамен, не будет экзамен, контрольная работа вместо экзамена, означает, что мы как минимум собираемся этого ребенка проверять. И сообщаем ему об этом. Да? Мы у тебя это спросим. Как будем спрашивать, сейчас не обсуждаем, спросим. Та же самая ситуация с литературой. Курт-театр 11 класса в общем ядро отечественной литературы. Тургенев, Толстой, Достоевский, советская литература 20 века. Понятно, что это на слуху. Это не Пушкин и Лермонтов, но все-таки это тоже очень важно. Да, заканчивается пускным сочинением. Для ребенка сигнал. Это важно. Во-первых, об этом говорят по телевизору. Во-вторых, об этом снимают кино. В-третьих, собираются спрашивать. Значит, ну, значит важно. Вопрос. Есть ли такое инвариантное ядро по естествознанию? Нет. Школа свободна вложить туда любое содержание. Может взять один из курсов физико-химии и биологии, может взять предмет естествознания. Наверное, теоретически не было разъяснений, поэтому пока я высказываю гипотезу, что может обойтись одной астрономией. Ну, сейчас, гипотетически, да, может обойтись одной астрономией. Не будет этого делать, мы все понимаем, но тем не менее. Но отсутствие фиксированного инварианта в содержании, плюс даже отсутствие мысли о том, что есть какая-то форма проверки в виде выпускного сочинения, контрольной работы, итогового теста. Я же не говорю про государственный экзамен. Для ребенка точный сигнал. У этих взрослых в голове никакого мнения по этому поводу нет. В инвариантную часть у него это не входит. вот то, что даже слышат дети от нас. Понимаете? Я сейчас не говорю, что это плохо или не говорю, что это хорошо, я говорю о другом. Надо понять, что мы им говорим на самом деле, транслируем свои поступки и понять, как из этого слепить целостную картину мира. Ее надо из этого лепить, не из того, что мы хотим, а из того, что у нас на самом деле есть. Это касалось то, что я говорил до этого, касалось инвариантной части. Теперь есть вариативная часть, это тоже очень интересно. Цифры все эти знают, но я все равно их перевел, чтобы они были на сцене. Значит, у нас есть самый популярный предмет общества знаний, его сдают половина выпускников, ну и дальше соответственно перечень предметов по тому, кто сколько кого выбирает. Две цифры за 19-й и за 20-й год. Ну понятно, что цифры за 20-й год меньше, чем за 19-й, тоже понятно по какой причине, сейчас мы на эту тему не останавливаемся. Если мы пытаемся превратить это в профили в госсреднего общего образования, в гипотетические профили, то есть если мы считаем, что это выбор детей, которые будут дальше продолжаться в таком же примерно соотношении, а у нас нет никаких оснований, мы считаем, что мы изменимся все подрастет, что-то вырастет, сейчас не важно, что подрастет, что вырастет, но в целом они, видите, консервативные эти цифры относительно. То дальше, как только школу перейдут, сейчас уже перешли, в среднее общее образование, оно превратится в профили. Если мы мысленно уберем универсальный профиль, не важно почему, то понятно, что у нас получаются вот такие вот профили. В рамках всей страны имеется в виду. Понятно, да? У нас 22% условного инженера, 13-14% потенциальных врачей или будущих ученых, которые, значит, есть какое-то количество гуманитария, выбирающих русский язык и литературу, и есть огромное количество обществоведов с математикой или без математики в сборе. Примерно всех математиков профильных на вычтем из них инженеров, то будут условными экономистами. Понятно, да? В кавычках условными экономистами. О чем это говорит? Вариативная часть нашего образования тоже скорее гуманитарная. Понимаете? У нас инвариантная часть среднего общего образования гуманитарная, скорее гуманитарная, чем естественно научная. И вариативная часть скорее гуманитарная, чем естественно научная. То есть соотношение здесь примерно один к двум. Понятно, да? Опять, это реальность, в которой мы живем, и надо ее понимать. Если мы собираемся строить целостную картину мира, надо исходить из этой реальности. повторяю, мы говорим сейчас, напоминаю, не о мировоззрении, а о дидактической модели. То есть мы сейчас говорим о той модели, о которой мы профессионалы договоримся, что мы об этом говорим с детьми. И это должно соответствовать нашим поступкам, и не противоречить нашим поступкам, как минимум, которые мы детям же транслируем, иначе ничего не получится. Это важный момент, который надо держать в голове. Что надо еще, на что еще, стоит обратить внимание. Вот здесь некоторый результат того исследования, которое у меня бывает, мы выделяли те концепты, которые есть на самом деле в наших книжках, в наших рабочих программах, в нашей нормативной базе, включая государственные итоговые аттестации. Здесь я хочу обратить внимание на несколько интересных деталей. Деталь номер один. У нас есть анализ, но нет синтеза. в языке. То есть мы привыкли говорить анализ и синтеза. Но во всех наших документах, рабочих программах, учебниках и так далее слово анализ употребляется достаточно часто, а слово синтез почти не употребляется. И либо это случайность, либо это какой-то марки, означающая изменения в нашем сознании. Я со своей стороны предполагаю, что у нас вместо слова анализ используем слово модель. Потому что мы учимся разбирать на части все что угодно. Слово, предложение, уравнение, явление анализировать, разбирать на части. физическое явление и так далее. А потом учим собирать обратно. Но собирать обратно это не синтез. Это моделирование. Это другая совершенно операция. Похожая, но другая. И мы на самом деле учим анализу и моделирование. И наш язык стихийно для нас незаметным образом на это отреагировал. У нас синтез ушел из языка, а вместо этого во всех программах моделирование есть. В том или ином виде. Моделирование как программистская ситуация, моделирование как интеллектуальная конструкция, моделирование как элементы задания и так далее. Опять, не важно, правильно это или неправильно, плохо это или хорошо. Сейчас мы это не обсуждаем, давайте отрефлексируем, что мы делаем. По факту получается, мы учим детей моделировать. как минимум давайте отрефлексируем и поймем, что это происходит и дальше с этим нашим свойством будем работать. Значит, но это был пример. Второй такой же пример я привел бы с понятием развития движения. Значит, движение это понятное изменение перемещения, а развитие. Развитие всегда предполагает некую качественную оценку, а у простого сложного. В биологии развитие есть. Дети изучают развитие живых организмов, они у них усложняются, в жизни усложняются. В обществе, в общественном науке мы изучаем общественное развитие. У нас оно есть в программах, в учебниках, всюду общественное развитие. Но у нас в учебниках нет категории прогресс. Она у нас в 12-м году ушла. То есть есть тема прогресса в общество знаниях, которую там один час они выясняют, есть прогресс, какие есть учения по этому поводу, или нет прогресса. Есть понятие технический прогресс, но понятия общественного прогресса нет больше в программах. Оно в программу ушло, мы многие туда что-то не заметили. Многие заметили. Невозможно говорить об общественном развитии, используя категорию прогресса. Это неразрешимая задача интеллектуальная, логически просто. Поэтому если мы прогресс не используем слово как понятие, как интеллектуальную конструкцию, на каждом уроке, или почти на каждом уроке, имеется в виду гуманитарных дисциплин, общество знания, истории, литературы, то мы о развитии говорить просто не можем. Этого нет. мы о чем-то другом говорим, о движении, может об изменении, но не о прогрессе, но не о развитии. Но самое интересное, конечно, не это. Это можно было пережить, списать на издержки образования. Самая плохая ситуация с законами и закономерностями. Значит, дело в том, что после принятия историко-культурного стандарта, мы больше историю в нормативной базе, а, соответственно, не учебник, не в рабочих программах, никакие общественные теории не искусствуют. Я не знаю, заметили это или не заметили. То есть в документе 2004 года еще был некоторый перечень теорий, о которых дети должны были бы знать, и они использовались при интерпретации исторического общественного процесса. В 2012 году они отсюда ушли. Я понимаю, почему они ушли. Когда они ушли, я это сам приветствовал в каком-то смысле. Они ушли по трем причинам. Во-первых, чтобы убрать из школы ненужные идеологические дискуссии и говорить о том, что является консенсусом. Во-вторых, потому что не так просто объяснить неокрепшему сознанию старшеклассника разницу между информационным и цивилизационным подходом. Это не такая простая дидактическая задача. Просто потому, что ребенок привык к тому, что есть одно правильное решение. Скажите ему, либо такое, либо такое. Когда их два, и они оба правильные, это не тривиальное решение, не для массовой школы. В-третьих, ученые, которые помогали писать историю культуры, национальные, историки, они искренне совершенно считают, что законов исторического развития нет. И я с ними, как историк, согласен. Вот мне, как историку, действующему, не нужны законы исторического развития при анализе явлений и событий прошлого. Я спокойно отношусь, обхожусь. Но я сейчас рассуждаю не как ученый, а я рассуждаю как учитель. Если мы ни о каких закономерностях не говорим с детьми, то дедуктивные процедуры на уроках не формируются. Они не могут сформироваться ни при каких условиях без использования теории. Очень плохо формируется понятийный аппарат. То есть умные академики, когда это делали, они понятно, о чем думали. Они искали поле общественного консенсуса и они думали о том, что они же знают, что есть теория, иначе и дети знают. Они знают академики, а дети не знают. Академиков учили в советской школе. Вот. В результате на данный момент дети в старшей школе получают два совершенно противоположных сигнала. У них в одних областях окружающего мира закономерности есть, законы, физики, химии, биологии законы есть. А в общественном мире законов нет. Мы об этом не знаем, что они получают от нас два совершенно противоположных сигналов. Конечно, им по барабану. Конечно, они с этим обстоятельством спокойно справляются и не парятся. И спокойно готовятся государственные итоговые аттестации и устраивают свою личную жизнь. Им этих двух обстоятельств за глаза хватает, чтобы не обращать внимания на всякую ерунду. Мы сейчас говорим не о них, а о том, что мы можем им транслировать. У нас в голове есть целостная картина мира? В целом профессионального сообщества? Конечно, нет. Потому что мы на самом деле делаем. Подводим итог. Повторяю, шкаб положено подводить обобщение. Повторяю о том, о чем мы говорили. У нас противоречивый очень сигнал, который мы даем детям относительно того, что входит в инвариант. Не то 60%, не то 14%. У нас очень противоречивая ситуация с точки зрения программ, содержания разных элементов программ. У нас скола, скорее всего, гуманитарная, но мы этого не признаем. и если она гуманитарная, то возникает противоречие номер три. В ядре этого гуманитарного образования заложены очень серьезные противоречия, которые мы, скорее всего, не знаем, что они там заложены. И спокойно этого всего не замечаем. Значит, ситуация сложная, и ее невозможно решить коллективными усилиями, потому что она слишком сложная, понимаете? То есть, если бы она была простая, там, типа, отменить ИГ, да, легко, понимаете, приняли закон и все. Но это же не такое простое решение, отменить ИГ или вести ИГ, или дополнительные ИГ вести. Это символ того, что находится у нас в голове у профессионального сообщества. Если уже не говоря о том, что находится в голове у родителей, вообще лучше не думать. Хотя бы вот об этом о миллионе учителей давайте подумаем, о миллионе нас. Значит, теоретически из этой ситуации возможно четыре выхода. Из школы могут идти каждая свой, выбирать один из этих четырех сценариев. Самый простой сценарий последний. Ничего не трогать и оставить все как есть. Вот. Пусть оно как сложилось, так все пусть и будет. А может как-то сложилось вот так, ну так пускай и двигается. Когда надо, само собой изменится. Это же последняя сценария, да? То есть, о чем идет речь? Не надо расширять естественно научную часть индивариантного ядра и не надо менять методику преподавания и технологии гуманитарных предметов. первый вариант самый сложный в исполнении заключается в том, что мы должны попытаться можем попытаться восстановить такое содержание образования, которое дает возможность формировать целостную картину мира ученика. То есть, надо восстановить, вернуть в вариант части естественно научное содержание и параллельно с этим перестроить преподавание гуманитарных предметов, чтобы туда не было стерилизов мышления. Это сложная процедура. Потому что надо менять сразу два элемента. Понятно, что проще всего первую опцию выполнить в рамках естественно научного и технологического профиля. Потому что им не нужно ничего добавлять. У них и так уже есть много естественно научного содержания. А того гуманитарного, которого туда вложили в рамках ГОСов и ПОП, в общем достаточно, надо только изменить методологические подходы. И все. То есть, иначе учить на истории. Потому что общественного они вообще не изучают. Ну, в рамках выбора профиля. И это вполне решаемая задача. тогда там можно формировать целостную картину мира. Между двумя этими решениями находятся еще два других решения, которые носят промежуточный характер. Можно либо одно, либо другую, часть делать, чего-то. Сейчас я не буду их комментировать, они понятны. По факту каждая школа пойдет по одному из этих четырех сценариев, мне кажется. Это можно делать уже завтра. Значит, я вложился, по-моему, ровно в свои 45 учительских минут. Мы начали 45 минут назад. Значит, я предлагаю на этом сделать паузу, я отвечу на вопрос. Добрый вечер. Я очень рада присутствовать на этой встрече, потому что я выпускница этой школы, когда она еще была 388 школой с педагогическими классами. Но сейчас поэтому я очень школу свою люблю, но вопрос у меня сейчас в чем? Первый посыл. Вы сказали, что целостную картину мира те учителя советских времен формировали в нас лучше, чем сейчас. И вопрос, почему? На мой взгляд, я сейчас очень долго думала над тем, что вы говорили. Во-первых, наверное, потому что мы были менее прагматичны, и мы никогда не задумывались, какие предметы нам нужны, а какие нам не нужны. Мы учили все, нас спрашивали все, и несмотря на то, что я поступала на исторический факультет, я учила физику, издавала ее также, и иностранный язык, и общество знаний, и у меня вот эта целостная картина, она как бы формировалась уже сама по себе, наверное, независимо от того, хотела я этого или нет. Сейчас вот это наш инвариативный и вариативная часть, она привела к тому, что дети имеют возможность выбирать. Это им надо, а это им не надо. И если физика в инвариативной части должны учить историю, они ее учат, но они как это учат, нам это не надо, и они ходят как на каторгу, и только благодаря тому, что учитель хороший, они могут этот предмет полюбить. но они четко понимают, что им надо и что им не надо. И поэтому как может сложиться целостная картина мира, когда дети уже заточены на определенное какое-то направление. И правильно вы сказали, что они прагматично понимают, что это им надо, потому что они поступят с этим в институт, а это им не надо. Вот первый вопрос, как смотивировать детей и объяснить им, что им надо все вообще-то для жизни дальнейшей. Это первый вопрос. Извините, сразу второй, чтобы второй раз не брать микрофон. И сейчас вот такая может быть несколько крамольная мысль у меня тоже возникла. Сейчас у нас пытаются расширить, немножко, вернее убрать часть гуманитарного образования и крен перевести, например, в образование математическое, таким проектом, как математическая вертикаль. И как опять это происходит? Это происходит не потому, что дети любят математику, все туда идут, а потому, что там, как правило, благополучные дети, потому что, как правило, туда экзамены идет отбор, и, соответственно, родители отправляют туда детей по престижу, а не потому, что они понимают значимость математической науки. А в девятом классе, когда они прекрасно понимают, что они пойдут на ИСТФАК или в соцэконом, они понимают, что математика мне нужна, и начинают быстрее-быстрее нагонять историю, общество, знание и так далее. То есть, вот первый вопрос, как смотивировать детей, чтобы они понимали, что учить все-таки надо все, тогда им, что им в жизни все пригодится. И второй вопрос, можно ли насильственными такими методами насаждать любовь к математике. Просто это моя боль, как у историка. Спасибо. Значит, давайте я попытаюсь спичь максимально коротко. Значит, я не директор школы, я не учитель, поэтому могу позволить себе цинизм определенный. Значит, для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы школа взяла на себя ответственность проводить аттестацию по непрофильному у. Точку. Другого я не отношусь. Никакими словами, никакими идеологическими приемами, никакими танцами с бублоком у доски или баку планшета эту задачу не решить. То есть все эти танцы нужны после того, как педагогический коллектив принял решение, что он проводит аттестацию по непрофильному предмету. Значит, можно ли это сделать? Правильный ответ – да, конечно. Значит, во-первых, вы правильно совершенно говорите, что это делалось в нашей советской школе. Во-вторых, здесь есть коллеги не одна школа, которая знакома с практикой международной бакалаврии, а там хочу зафиксировать, что буржуи, прагматичные и жадные, тем не менее, проводят у себя аттестацию по всем предметам, которые дети изучают в рамках дипломной программы. И не просто проводят аттестацию, но она попадает в оценках в итоговое зачет. Значит, они понимают, что это нужно. Это мы не понимаем, что нам это нужно. Значит, и пока мы не ввели эту опцию у себя, мы этого сделать не можем. Ну, мы этого не сделали. Мы говорим, что нам это не нужно. Вот и все. Сделать это на уровне страны невозможно. Это очевидно. Ну, то есть, можно, но это требует очень большой трудоведливой работой и закончится близко к тому моменту, когда, мне кажется, я закончу литератическое постаратство. Но это можно делать в шкуру. Как мы это делали у себя и, сколько я знаю, продолжаем делать? Мы доставили лечебный план таким образом, что непрофильные предметы в полном объеме изучались в 10-м классе и вводился переводной экзамен. Объем непрофильного предмета был большой. То есть, непрофильная история с физматом была 5 часов в неделю, ну, чтобы весь курс взять. Непрофильный естественно-научный предмет был тоже 5-6 часов в неделю, чтобы всю программу выбрать. То есть, он был сопоставим по объему с профильным предметом. И он заканчивался переводным экзаменом в 10-м классе. В 10-м классе я думаю, еще можно учить. Ну, вы понимаете, да, потому что у нас есть инструмент. Не переведем в 11-м. У нас в 11-м классе инструменты. У нас последний инструмент в 10-м классе. Когда мы еще можем ситуацию корректировать. Потом они заканчиваются. Да, это требует большой работы. Работа с обидерами, с педагогами, с дидактическими решениями. Как это сделать, чтобы это было не бессмысленно, чтобы это работало на общую концепцию. Но инструментарь такой механизм есть. Переводной экзамен в 10-м классе. Он совершенно вписывается в общую стратегию, которая существует в нашем образовании, где нам все говорят постоянно о том, что ребенок может закончить обучение по тому или иному предмету. Когда программа выполнена, он вот школа так и сделала, как нам сказали. Она изучила непрофильные предметы в 10-м классе, так быстро учебный план, закончила это аттестацией, серьезной, полноценной, хорошей, в мае 10-го класса. И дальше водилась учителя готовка с ки-гэ. Я нарезан на вас вопрос, да? Теперь второй вопрос. Ну, честно, будем чисты, я не до конца его понял, ну, потому что он менее конкретный, там, ну, я не раз слышал его, значит, я постараюсь на него отреагировать, как я его понял. Может быть, под другой смысл класса. То есть, я расскажу байку в своей жизни. Когда я, значит, вступил в пирогический университет, институт, прошу прощения, был в 79-й год, я пришел к своей школьной учительнице и, значит, сказал ей как-то так, Федоровна, я буду вверх в груз, а потом поду работу в школу. Она говорит, ну, да, молодец, конечно, но, значит, ты должен иметь в виду три вещи. Ты столкнулся, что последовательность меня проблем. Был в 79-й год. Может быть, не 79-й. Значит, сначала у тебя будут проблемы с учениками, но ты их довольно быстро решишь. Это очевидно. Ты не группой, не мужчина, молодой, ну, ты не говоришься, да, вот через несколько лет ты с учениками говоришь. Все проблемы с дисциплиной, они уйдут, это просто решать. Потом у тебя появятся проблемы с коллегами и администрацией. Если ты не дурак, то ты их тоже через несколько решишь. Они, в общем, решают все эти проблемы. Но через 10 лет у тебя начнутся проблемы с родителями, и ты не решишь никогда. Знаю, что это было в 79-й, 80-й год. Значит, да, это серьезная проблема. Отвечая на ваш вопрос, я не знаю, понял ли я его смысл, но, к сожалению, я не все понял в вопросе. Я ответил на него следующий вопрос. Наша ошибка заключается в том, что мы пытаемся учить одновременно и тех детей, родители которых доверяют учителям, и тех детей, родители которых учителям не доверяют. Мы дифференциацию производим по профилю, по уму, успешности, по каким-то еще другим критериям. и нам кажется, что это решает проблемы. На самом деле, мы сейчас находимся в той ситуации, когда нам нужна деференциация по уме доверия учителям. Учить надо и тех, и других детей. Любить надо и тех, и других детей. Просто их надо учить по-разному. одних одним образом, а других другим образом. И когда мы их смешиваем в одном классе, то мы мешаем этому процессу. Нам нужно, это не вопрос, обменить их может быть умнее, но родители нам не доверяют, будут контролировать каждый шаг. И их надо не помочь. А те, которые нам доверяют, потому что они поглупеют, иначе учатся. И они другие технологии используют. Можно для этой цели служить математический вертикал. Не думано, она будет другой задачей создана. У нее другая цель, целеполагание это украина. Его можно использовать, в том числе для этой цели, да, можно. Ну, то есть всю систему мета. Но построить это только вокруг математической вертикали, конечно, невозможно. Если проблема, что, понимаете, цель математической вертикали, она одна, а по факту получается другое, совершенно. Получается просто отбор детей, а не привитие интересов математики. Вот в чем. Не, я, не, сейчас, мне не надо открывать глаза на мир. Я на земле, да, стою, я все понимаю. я понимаю, я понимаю, что вы говорите. Просто, еще раз, этот инструмент для другой задачи. Просто не надо ждать этого инструмента, тех задач, которые мы перед собой решаем в этом мозговое. Он другую задачу перед собой ставит. то, которое, он варяючем инфексе расширения математического образования за пределы двадцати школ. То есть, ну, по сути. Эту задачу он решает, а другую он не собирается решать. у него и нет там целеполаганий других задач. Ну, мне так кажется. Я не видел даже близко попытки другой целеполаганий. И это тоже хорошее, потому что он инициативным путем расшил курсы среднего общего образования, основного общего образования, доказал, что можно их дифференцировать в массовой школе. вслед за этим это может делать с физикой, с химией, биологией, с информацией. Правильная идея. Просто эта идея дифференциации. А мы говорим о другом. Леонид Анатольевич, здравствуйте. Анищенко Татьяна Григорьевна. Мы с вами учились на одном курсе. Вот мне интересно ваше мнение по поводу того, почему была разрушена модель целостного образования, выстроенная в советский период. Значит, у меня есть длинный ответ на этот вопрос. Это тема следующей встречи. На самом деле тема следующей встречи. Здесь я был отвечаем на ваш вопрос и ответил на следующий момент. Первый. При ему огромное удивление, я выяснил для себя, что, прошу прощения некую провокацию, что кульминация это был 52-й год, 53-й год царистский полк. Не 80-й. В 80-й был уже этап разрушения. Уже была нисходящая линия. То есть, это объективный процесс в каком-то смысле. Опять, если не смотри на ситуацию, не с точки злой бурья, не только злой бурья, а объективные процессы, мы начали разрушать то, что мы говорим, что у нас там великая школа, спутник и так далее. Все правильно. Это школа 50-х годов, а не 80-х. И достаточно посмотреть учебные планы 80-х годов и сравнить их с нашими учебными планами 50-х годов, чтобы прощения понять, что там просто другая логика была заложена. Я готов об этом говорить. Идея была потеряна в конце 70-х. Она довольно рано была потеряна. Значит, теперь почему так развивались события последние 20-30 лет? Я помню, это ваш вопрос. Сотовый ваш вопрос. Я сделал отступление для того, чтобы не было ощущение, что только последний четверть лет. Процесс сложнее. Значит, нету никакой у меня попытки кого-то за это осудить, потому что я был часть этого, на самом деле часть этого процесса. Я многие вещи приветствовал, многие вещи сам придумывал, значит, реализовывал. поэтому я понимаю свои мотивы, которые были тогда у меня, и я понимаю, что это нормально, я не хотел ничего плохого. Значит, здесь существует несколько объективных процессов. Первый, конечно, заключается в том, что происходила общая технологическая перестройка общая. Там адек была слишком сложная или точнее так я да, именно так я сказал, слишком сложная для нынешнего технологического состояния, как непарадоксально это звучит. Наше нынешнее общество требует намного менее подготовленных с технологической точки зрения людей. то есть нам не нужно так столько подготовленных людей с точки зрения современной науки и образования. Мы и так справляемся. Нам кажется, что если общество двигается вперед по пути технологизации, то это означает, что их строится умнее. Не обязательно так. И мы как учителя это отлично знаем. В момент, когда человек пользуется калькулятором, дети не становятся умнее от того, что они используют технологический навиг. Когда они пользуются фуардом, они не стали стать лучше развитиями, не стали более грамотными. Они быстрее, эффективнее решают функциональные задачи. Это совершенно не то же самое, что они стали лучше образованными и лучше подготовленными. При том высоком достаточно уровне технологической развитии, который у нас есть сейчас, нам многие вещи не нужны стали. Они для нас стали слишком сложными. Я это никак не оцениваю. Я отвечаю на ваш вопрос о причине. Второе, у нас это беда, уже теперь это моя ответственность как гуманитария. у нас есть серьезные проблемы с развитиями гуманитарной науки и гуманитарного мышления. Здесь большой роли играет увеличение постмодернизма. И мы не смогли вовремя понять, где этот процесс надо остановить. То есть понятно, что какие-то вещи надо перестраивать. Это было очевидно. Но понятно точно так же, что их нужно перестраивать разумно понимая общую схему. Где их надо оставить, а где их надо убрать. Мы не смогли вовремя этот процесс руководить. Правильно. Это не политическое решение, это решение профессионального сообщества. Мы как профессиональное сообщество не дали необходимых рекомендаций. в этом совершенно убежден. Здесь не надо никаких политиков винить, потому что это была позиция профессионального сообщества. Политиками принимает то решение, которое подготовлено профессионалам. В хорошем смысле так и должно быть. Но мы как профессионала не подготовили, мы не знали правильных решений. И это наша слабость. Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы обсуждаем ровно по русски пословице «Новый хорошо забытый старый». Мы открываем советские учебники и выясняем, что они были ократно написаны в лучшем макону. «Надо значит так, мы можем сделать в нашем с вами состоянии в возрасте омей ввиду три вещи. Мы можем сами лучше работать, мы можем помогать друг другу и мы можем честно признавать свои ошибки. У нас нет другого способа влиять на мир, кроме этих трех инструментов. Ваши точки зрения процесса вратим? Конечно. Прошу много интересного, но вы ни слова не сказали об неумышленной деятельности и только грузовая. Это умышленно сказали? Вы умышленно сказали? Или все-таки у вас есть определенная точка зрения? Какую роль могут нести именно эти компоненты? Конечно, я умышленно не сказал ничего о грузовании в неумышленной деятельности. Я ничего не сказал об этом почему? Потому что мы говорим про целостную конструкцию, а наносим вариант на характер. А доп. образования и урочка ставят перед собой принципиально другие задачи. Индивидуализация и содержания и метод под конкретным ученикам. Талкивая на предыдущий вопрос. Советская школа, сейчас я безоценочно говорю, неплохо, нехорошо. Советская реально неплохо, нехорошо. Она была очень целостной, она была очень догматичной, она была очень жесткой, но она дополнялась достаточно в итоге вовремя вариативности за счет дополнительного образования, которое компенсировало вот эту жесткость основной части. и так работала модель. Значит, мы сейчас, специалисты об этом сидящие здесь хорошо знают, фактически вышли в ситуацию, когда с переходом на пятидневку у нас единственным инструментом вариативности в основной и начальной школе является доп. образование в дневной урочке. Мы фактически вернулись в ситуацию, которая была в 80-м году. Ну, то есть, в старшей школе, понятно, там есть вариативная часть, а в основной и началке нет. Вопрос об обративный процесс. Он стихийно возвращается обратно. Просто надо почувствовать, что это происходит. Значит, что здесь можно сделать и что нужно здесь? Ну, конечно, две вещи. Первая, исходя из того, что здесь ушло уже с экрана, неважно, если мы понимаем, что школа идет какому-то из четырех вариантов, а реально она по одному из четырех вариантов пойдет, то для этого необходимы дополнительные ресурсы. Двигаться вперед, стоять на месте ресурсы не нужно, двигаться нужна ресурс. В реальной школе дополнительные ресурсы существуют только из трех источников. Они либо падают сверху от кого-то, от государства, от спонсора, еще откуда-то. Но они упали сверху и все, по какой-то причине. Например, вы вступили в край, на вас упали ресурсы. Сейчас не обсуждаем, просто на кого-то упали, на кого-то не упали, на кого-то мало, на кого-то мало, неважно, они упали сверху. Надо задача администратора находить эти, бегать с корзинкой и собирать. Все понятно. Если они не упали сверху, точнее, упали не в нужном количестве, то у нас есть еще два ресурса. У нас есть ресурс переспределения инвариантной части внутри общего образования и он, как мы выяснили, очень маленький. В основном мы начали школы. У нас есть ресурс дополнительного образования, бюджетного и внебюджетного. Фактически для большинства школ страны это основной сейчас ресурс движения, дополнительное образование, всерьез, потому что других ресурсов у них нет. Есть тысячи школ, которые попадают в национальные проекты, все понятно. но остальные 39 тысяч у них основной ресурс дополнительной образованности. Значит надо выстраивать систему дополнительного образования таким образом, чтобы она работала на одну из четырёх стратегий. Как минимальное layers сделать, надо понять, что мы выбрали стратегию какую-то и по ней идём. Двигаться вообще здесь стратегия неправильно. Не важно какую, ну в Clinino коллектива какую, но какую-то надо выбрать и под нее выстраивать Система выполнена самообразованием. Потому что это основное. Если вы от этого спросили, то да. Еще вопрос скажу. Короткое замыкание. Я вот правда, Леонид Анатольевич, просто могу сказать, что я в некотором стрессе даже сейчас нахожусь. Представляете, как плохо было моим учителям со мной жить. Если я не прав, спойте. Да, формирование картины мира целостной мы начинаем с дошкольного уровня. И в началке у нас там замечательно все по часам складывается и продолжаем. И вот уже размываем мы эту картину на уровне именно общего образования. Да, основного общего образования. И вот скажите, пожалуйста, вот по вашей презентации видно, что да, вы предлагаете изменение инверативной части. А вот что еще? Ну и кроме того, что там вот мне показалось, конечно, технически достаточно сложно, а вот этот переход переводных экзаменов 10-11 класс. Вот какие у вас еще, может быть, есть задумки, предложения, как сейчас у тебя у человека? Да, я помню. Спасибо. Правильный вопрос, да. Значит, я с вами совершенно согласен, что проще всего это делать в начальной школе по одной причине. Причина первая – области знаний еще не очень разошлись. Причина вторая – там один учитель. И, может быть, вторая причина важнее, чем первая. Вот. Потому что ребенок, потому что не конкретно. У него знание идет от конкретного учителя. Вот. И вопрос, как бы, получения информации учеником и вопрос управления процессом. Мы будем управлять процессом. Значит, что здесь, с моей точки зрения, является возможностью, которую мы недостаточно используем? Я с вами совершенно согласен. Значит, материал, особенно, естественно, научный, гуманитарный, 4-го класса, хорошо связан с 5-м, 6-м классом. На самом деле, 4-й, 6-й класс – это единое содержательное ядро, которое мы искусственно разрываем какими-то диагностиками в 4-м классе, потому что мы так решили. Вот. Значит, но в действительности они являются единым модулем таким, если термин уместен в данном случае, единым блоком, наверное. И содержательно, и методологически, потому что, во-первых, по возрасту, это младшие подростки 10-11, они еще очень близки к 10 лет, они еще не совсем подростки, это еще не 7-й, 8-й класс. Еще не появилась физика, химия, алгебра и диаметры, то есть достаточно сложные предметы, которые невозможно интегрировать, очень сложно интегрировать, и которые требуют других интеллектуальных операций. То есть, иными словами, мы можем полностью совершенно рассматривать 4-й, 6-й класс как единый содержательный блок, выстраивать целостную модель образования и заканчивать какой-то диагностикой интегративной. Я бы предложил три церкви, да, по математике, произвести сквознание в целом и гуманитарное в целом, по окончанию 6-го класса, накануне математической вертикали. Значит, ну, что было бы, может быть, правильным с точки зрения общей конструкции. А потом начинается совершенно другой этап образования. Вот здесь есть поле для маневра, мне кажется. И эта идея все больше и больше попадает в жизнь. Мы сейчас, одна из моих задач, это строительство школы в Нижнем Новгоре, там мы закладывали именно эту конструкцию. Два блока в здании, там, ну, полторы тысячи блоков, в здании полторы тысячи, и один шесть, и второй семь один. Здесь есть идеи, и с точки зрения содержания образования, как мы должны это выставить, не с точки зрения всем воспитательной работы. Потому что шестиклассники могут выступать в роли старших по отношению к началке, а семиклассники, попав в сложный подростковый возраст, переходят в старшую школу, и там оказываются младшими по отношению к старшеклассникам. И у них есть перед глазами нормативное поведение, как надо себя вести. И это упрощает с ними работу. То есть они перестали быть старшими по отношению к младшему, они смотрели к младшему. С ними в этом проще нравится работать. То есть здесь совпадают и психологические моменты, и вопрос социализации, воспитания и дидактики. Я бы об этом подумал. Талкиваюсь от вашего вопроса по начальству. Да, да, да. Не надо менять законодательную базу, какая есть. Какая есть, это же долгая история, но внутри образовательная музыка переистоит. Еще вопросы? Комментарии еще можно? Да, конечно. В принципе, сейчас многие мировые школы отходят от профилизации. Даже те, которые считают, что одну цель школы разговаривают, они уже нет. Профилизация, они считают, что нужно формировать, наверное, целостную картину мира через изучение всего в полном объеме. Как вы считаете, вот все-таки мы по какому пути пойдем? Ну, мы уже очень большая страна. С очень большими, я сейчас хочу вернуться, но очень большая страна. С очень большими региональными различиями. С очень большими культурными различиями. Мы не Финляндия. В этом мы сможем выбрать для всей системы образования, ну, во всей стране, одну единую стратегию. Ну, сейчас, находясь... Была же в Советской Великой. Ну, она и в Советской Великой была в другой социально-экономической системе. Просто реально в другой социально-экономической системе. Вот. Значит, я бы сказал так. Я бы это назвал в следующем году. Да нет, ну, сейчас, я не вижу, как это сделать. Возможно, вот на поле реальности, реальности, я не вижу, как это сделать вам к одной стороне. нашей страны, как единый проект. Вот. Какие-то сценарии, да, они будут реализовываться. Но школы у нас тут... Я сейчас смотрю на эту ситуацию со стороны, от лица компании, которые напрямую выстроены отношения с сорока тысячами школ. С сорока тысячами школ. У нас договора с сорока тысячами, ну, партнерами. Но они настолько все разные. Это невозможно. Единой стратегии хватит, ну, совсем невозможно. То есть, можно предлагать сценарии, и отличные школы, или муниципалитеты, или шире регионы. Понятно, да? Они в те или иные сценарии будут в большей или меньшей степени вписываться. Но сказать, что мы сможем предложить один сценарий на эту страну, вот сейчас, я даже близко не так и сказал. Настолько я, посмотрев на ситуацию, не директор, а со стороны большой компании, конечно, это невозможно. Просто надо думать о своей школе. Вот, думать о своей школе, и все будет, ну, все будет, ну, не надо думать о той стране. Она сама будет думать о себе. Можно поиск пожеланий. Да. Вообще есть. Да. Сначала хотелось бы, чтобы все-таки действительно разработана была концепция, а потом уже школам дали поручение формировать целостную картину мира. Понимаете? Потому что у нас сначала обычно принимается какое-то решение, а потом мы судорожно начинаем под это решение, да, подстраивать работу, теорию, процессы, и вот это, конечно, плохо. Значит, давайте я отвечу на ваш вопрос очень коротко. Первое. Я, конечно, передам это пожелание. Значит, максимально коротко. Вместе с тем я хочу сказать, что я не буду очень настойчив. Сейчас, сейчас. Потому что люди, которым я об этом скажу, об этом тоже знают. И они посмотрят на меня очень странно, если я буду им об этом сообщать. Потому что, ну, как бы это, они не хуже меня знают о том, что так есть. Все абсолютно раз уверяют. Понимаете, да? Только все. Вопросы теперь не то, что это надо сделать. Всегда, что это надо сделать. Как это сделать? Да. Как это сделать при том реальном соотношении противоборств различных родительских бизнес, технологических и прочих процессах? Как найти это решение? В том цепь, в котором все находятся. То, что так должно быть, да. Вопросы, как это сделать. Но. А лаверды. Значит, что я хочу вам сказать. Люди, которым я это передам, они не скажут мне в ответ. Но я вам скажу. Значит, мы с вами единственный оплот стабильности. Почему? Потому что школа – это единственный институт, в котором люди знают, что они будут делать в следующие 11 лет. Осознаете это, что есть бизнес, политики, никто не знает, что он будет делать в следующие 11 лет. А директор школы, беря 1 сентября 1 класс, знает, что он будет делать с этими детьми в следующие 11 лет. Ну, то есть, будут какие-то изменения, один экзамен появился, другой экзамен отменили, здесь появился новый учебник, тут учебник. Ну, это такая ерунда. Ну, по большому счету, если вы давно находитесь в системе, понимаете, да. Это ерунда. Все равно мы знаем, что мы делали с детьми в следующие 11 лет. Мы единственные, кто может планировать свою деятельность на 11 лет вперед. Больше никто этого не может делать. Поэтому надо пользоваться этой возможностью. У нас масса недостатков, как у людей и профессионалов. У нас масса ограничений, как у профессионалов, но у нас есть одно достойное. Мы можем планировать свою деятельность. Да, есть некоторая стабильность. Да, есть некоторая стабильность, да. Поэтому я принял поучение. Пожелание. 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 Так, наверное, все. Да, спасибо огромное. А, еще? Да. Да. Мы очень много говорим о задачах школы. Да. Мы очень много говорим о задачах школы. Да. Как бы достаточный семейный опыт работы с детьми, планирование. Но когда мы говорим о целостной картине мира, то мы не должны забывать о том, что семья тоже планирует конкретное образование своих детей. И есть определенная, как бы, конкретика формирования целостной картины мира. У семьи есть, да. Да. Даже вот такой пример, когда, допустим, я забирала внучку из садика, папик-воспитатель говорит, у вашей дочери не сформировано целостная картина мира. Ребенку пять лет. А папа говорит, что, извините, я не знаю, что вы подразумеваете под целостной картиной мира. Мой ребенок любит меня, маму, брата. Мой ребенок знает все по домашнему хозяйству. Мой ребенок любит свою семью. И я считаю, что на сегодняшний момент это для него целостная картина мира. Вопрос у меня такой. Значит, в среднем у нас где-то молодые люди двадцати шести, двадцати семи, тридцати лет первый раз отводят детей в первый класс, да. Немножечко разный возраст. Вот проводятся ли социологические исследования выпускников высших учебных заведений, молодых людей этого возраста, пап, мам, что вкладывается в их понятие целостной картины мира. И все-таки мы от этого тоже должны отталкиваться. Или понятие как бы идеи государства и формирование гражданских позиций патриотизма, они здесь встанут в угловые угла в школе. Ну, давайте так. Вы сейчас говорите, если я правильно вас понял. Значит, опять я согласился с папой, который совершенно правильно сказал воспитательнице, что для пятилетнего ребенка того, что она знает, совершенно достаточно. я не знаю, что имела в виду воспитательница, если честно. Воспитательница промолчала. Я не знаю, что имела в виду воспитательница, но если папа так симулировал свои задачи по отношению к пятилетней дочке, то он адекватно испомилюрует, и он совершенно прав. – Ну, это просто как преамбула к… – Да, да. Я просто поэтапно отвечаю на это. Я думаю, что папа совершенно прав. Значит, теперь… Дальше. Конечно, мы должны учитывать… Слово, которое вы упомянули, оно выходит бусмысленно, и поэтому надо понять, что вы имеете в виду. Отталкиваться. Не знаю, что отталкиваться. – Ну, может быть… – Вот надо понять смысл этого слова. Да? Отталкиваться в том смысле, что делать то, что они от нас ждут, или отталкиваться в смысле учитывать. Если вы имели в виду учитывать, то есть… – Учитывать, конечно. – Отталкиваться в диалоге. Да, конечно. Мы должны понимать, что стоит за той или иной семьей, ее взглядом на мир. Это однозначно совершенно. Полностью мы это сделать не можем. Ну, во-первых, потому что это невозможно физически сделать невозможно. Во-вторых, потому что это, наверное, не нужно делать, потому что оно слишком разное. Они сами еще не знают. Проблема заключается в том, что родители, которых обозначили, там, в возрасте, в 30-ти лет, которые привели ребенка в первый раз, в детский стадик, в школу. Они не обладают необходимым жизненным, человеческим опытом, чтобы точно знать, что им нужно их изменить. Я их очень уважаю, я их люблю, там много моих учеников, но я понимаю, что нет. Значит, мы же понимаем, что для того, чтобы учитель стал успешным, он нужно загубить их минимум один класс. Ну, по большому счету, да, а потом со второго станет уже как бы успешно. Но одним к вас могут пожертвовать. Но у них-то это дети, свои собственные. Поэтому так это сложно очень. Они сами не знают часть того, что они хотят. Они не знают, что им развеют учитель, не знают, что им развеют мент распределение. Ничего это не значит. Просто не надо ждать, что они знают больше, чем они знают. Просто в силу объективных причин. Не надо на них возлагать ответственность больше, чем они могут понести. Значит, их надо любить такие, какие они есть. Вот. С всеми их слабостями и недостатками. Это совершенно достаточно. Значит, теперь последний ваш вопрос, если я правильно понял, это какие существуют исследования. Я не видел исследования, касающиеся целостной каратины мира. Хочу сказать. Но есть систематически проводившиеся исследования, которые касаются трех моментов. Ну, мы все знаем исследования, которые касаются единого государственного экзамена. Сейчас я его не обсуждаю. У нас есть достаточно интересные, неожиданные для меня результаты исследований, которые проводятся на протяжении чуть ли не десяти лет, а может даже больше. А по поводу того, какие предметы родители считают самыми важными. И это очень интересный материал исследований. Для меня неожиданное. Потому что, в целом, они очень консервативные, эти результаты. Они не меняются на протяжении 10-12 лет. И они единые по стране, за исключением Москвы. И они единые для разных возрастных категорий. То есть и молодые, и старые говорят примерно одно и то же. Они говорят про русскую математику и историю. А то есть только догадываться, почему они так думают. Но то, что разные возрастные социальные группы в разных регионах повторяют один и тот же набор на протяжении десяти лет, это целая история. В Москве ситуация другая. Там математика, язык и информатика. Даже не информатика, а программирование. Уже больше даже. Так запросы. Они что слышат, то не слышат. Значит, как они ее понимают, так они ее и понимают. Значит, и мы частью, часть нашей среды, надо понимать, что страна думает немножко иначе. Вопросы разных стратегий. И, наконец, есть очень интересный материал о том, как насколько удовлетворены родители системы образования в целом и учителями в частности. Это тоже очень интересный вопрос. Тема отдельного разговора. В тупом остатке. Родители недовольны системой образования и довольны учителями. Вот это очень интересное противоречие. Это означает, что они недовольны управлением, то есть нами. Понимаете? Потому что если они довольны учителями, но низко оценивают систему, они низко оценивают управление системой. То есть меня. Они на ум как учителем довольны, а на ум как директором нет. И это сигнал, который надо услышать. Почему так? Можно много причин находить почему. Но вот такие исследования я видел вот этих трех элементов. Это предметы дневного разговора, действительно. Спасибо. Да. Да. Давайте. Последний, да, тоже. Добрый вечер, Леонид Анатольевич. Спасибо большое, что выбрали время и вот встретились с нами. Хотелось бы в конце, наверное, ни в одном, ни в какой инвариантной и вариативной части учебного плана мы не найдем воспитание. Да. Оно идет подспудно и каждый учитель реализует это по-своему. Естественно, изменяется и общая целостная картина мира для ребенка. Насколько важен этот вопрос, как вы считаете, и возможно ли когда-либо в учебном плане в нашем будущем увидеть такие нормы, как эстетика, преподавание, этикет и так далее. Спасибо. Да. Значит, ну давайте я пытаюсь ответить на два вопроса. Здесь, мне кажется, два вопроса. Первое – это вопрос воспитания. Он ключевой. Сейчас не будем тратить на это время. Другой же вопрос, он просто ключевой. Вот. И мы не обсуждали его сегодня, просто потому что мы ограничиваем рамки и в этом рамке мы находимся. А если просто отреагировать, я думаю, все-таки всего факта, о котором надо говорить в первую очередь. Другое дело, что мы много об этом говорим и не очень понимаем, что мы на практике делаем. Значит, второй вопрос – это то, что вы говорите про учебный план и про предмет культурологического такого творчества и содержания. Значит, это, с моей точки зрения, вопрос, о котором мы начали говорить, когда мы говорили о том, что мы не учим детей симптомы, мы не учим их творчества, мы не учим их художественного образного строения мира. Мы учим их анализировать и дальше учим моделировать. Наше мышление, учительское, очень сиентично, очень технократично, даже у гуманитарно. Вот. Поэтому мы это запихали куда-то. Ну, опять, мы это запихали куда-то на период учебного плана, вывели дидактически бессмысленные одночасовые курсы, мы все понимаем, что одночасовые курсы – дидактически бессмысленно. Вот. И там это держим. Не убираем совсем, потому что, ну, это неприлично, значит, но учительское дело по большому счету не знаем. Мы все понимаем, то есть мы начинаем догадываться, что без реанимации этих всех курсов никакое на самом деле креативное мышление невозможно. Вот. Но вот здесь я осторожнее был бы. То есть я на вопрос, можно ли отмотать назад и восстановить систему, ответил уверенно, конечно, да. То есть здесь я так уверенно ответить не могу. Потому что это намного сложнее, чем кажется. Покупки первые, чтобы начать это делать, упираются… Ну, я начал. Одно из первых проектов, которые я начал делать, это был «Восстановитель, связанный с этим». И он стал столкнуться с очень таким большим количеством самых разных трудностей именно на школьном уровне, что я сделал шаг назад и помню, надо подождать. Я пока не знаю, как говорить надо. Ну, в смысле, как… 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Коллеги даже просто встать даже не могут, да? Столько все… Спасибо большое, Леонид Анатольевич. Спасибо. Ну, я думаю, что продолжение следует, потому что много чего было не сказано и хотелось бы все-таки услышать. Спасибо. 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 Хорошего вечера, коллеги, можете взять с собой кофе, мы вот, на этот раз, крышечки даже подготовили. Бали-пасибо, Леонид. Продолжение следует...